Приветствую вас и понимаете только в том, что успокаивать себя это, по сути дела, без бежать от проблемы. То есть успокаивая себя, вы не решаете проблему как таковую, вы как бы отвлекаете себя от нее, при этом то, что изначально вас заставляло нервничать, что породило необходимость себя успокоить, все равно с вами остается до того момента, пока вы не поймете, что это и не разрешите этот конфликт. Поэтому говоря о том, как себя успокоить, я бы рекомендовал все-таки для начала определить фактор, который заставляет вас переживать, фактор, который заставляет вас нервничать. Фактор, который выводит вас из состояния равновесия, душевного, психологического равновесия. И после этого будет понятно, что вам нужно сделать, чтобы этот конфликт разрешить, и тогда я полагаю, что успокаивать вам просто-напросто будет не нужно. А зачем, если по сути, и так уже вы разрешили проблему, и разрешив эту проблему, вы тем самым просто исключили для себя возможность переживать, в возможности нервничать и так далее. Но другое дело, конечно, другое дело, захотите ли вы это делать, это уже совершенно другой вопрос, потому что вы можете и захотеть этого делать, или вы можете просто спрашивать о том, как себя успокоить, то есть не нацеливаясь именно на решение проблемы как таковой и самой по себе. И в этом случае, конечно, можно говорить о том, что успокоить себя можно, пожалуй, только получением положительных эмоций, значит, занятием любимыми делами, которые вам приносят удовольствие. А пообщаться с приятными людьми, например, тоже довольно хороший способ. Ну и, как вам порекомендовала моя коллега, тоже все это можно делать. То, что она вам порекомендовала, это хороший результат, хороший совет, но не решает проблемы как таковой. То есть, как таковая проблема все равно остается. Проблема, в результате которой вам нужно успокаиваться. То есть даже если вы себя успокоите, даже если вы успокоитесь, то проблема все равно отразится, рано или поздно она даст вам о себе знать и, собственно, вновь выведет вас из состояния душевного равновесия, в результате чего вы вновь будете испытывать нужду в том, чтобы успокоиться. То есть, это получается такой, знаете, наснутый круг, по сути дела. Вот. Если вы не хотите в нем находиться, то я очень рекомендую вам проработать причину, по которой у вас такая ситуация возникла. И либо вы сможете устранить саму причину, либо вы сможете изменить свое отношение к этому так, чтобы вас больше, ну, например, не трогало так сильно. Вот. Точно происходит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.